Добрый день! Мы с вами в читальном зале научной библиотеки Кеменского государственного института культуры. В 2009 году библиотека начала свой культурно-образовательный проект «Читать модно». И с тех пор более ста книг мы показали, сделали презентацию, мы познакомились с авторами книг. И сейчас очередной гость у нас в читальном зале со своей книгой – Вера Германовна Ахмедова, член Союза художников России, профессиональный художник, график, акварель, масло, графика. И в то же время начинающий писатель, краевед. Мы знакомимся с ее первой книгой, которая очень мило и элегантно оформлена и называется «Натуре». 15 зарисовок, 15 рассказиков о чем? О темене 50-х годов, 60-х годов, о детстве незабываемом. Книга иллюстрирована фотографиями и рисунками автора. И если посмотреть вот эти 15 сюжетов, конечно, это интересно. Интересно для краеведов, тем более, что все рассказы, все истории, они окрашены личным восприятием героини, то есть автора этой книги. И мы видим Тюмень старую, деревянную, изукрашенную. Мы видим пожар деревянного моста на реке Туре. Мы слушаем ее рассказы о соседях, о каких-то бабушках, о жителях, об интернате, который был там, где сейчас академия строительная и так далее. То есть Тюмень предстает перед нами очень эмоциональная, яркая, интересно рассказанная и описанная. Итак, сразу же вопрос. Вера Германовна, как получилось, что кроме живописи и рисунка вы решили все-таки издать свою собственную книгу? Ну, прежде всего, я напомню свою тюменскую фамилию, по которой меня в Тюмени знали, когда я здесь родилась, училась, выходила замуж, родила первые двух детей. Я была Шумихина. Это фамилия моего отца. И я хочу сказать, что живопись – это, естественно, способ самовыражения. Это способ рассказать людям о своих чувствах, одарить их картинами, графикой. Но дело в том, что не только хотелось бы людей пригласить на выставки, где они посмотрят мои работы, и здесь была моя выставка в этом зале, хотелось еще рассказать о людях, которых больше нет, о замечательных людях, тюменцах, которые, может быть, настолько сильно повлияли на меня в детстве, в юности. И я стала тем, кем я стала благодаря вот этим людям. Я стала тем, кем я стала благодаря старой Тюмени. Особой атмосфере провинциального, удивительного города, города исторического, города уникального, которого сегодня, к сожалению, нет. Нет этих домов, улиц, нет этих людей. И практически нет уже той атмосферы старого, провинциального, достойнейшего из городов. И чтобы это все забыто было, не позволяет душа моя. И хотелось как-то это продлить, чуть-чуть продлить. И если кому-то в руки попадет книга, можно вспомнить и о жизни своей, о детстве, о жизни родителей. Здесь есть не только описание 50-х годов и жизни в те времена, атмосферы в городе, о необыкновенных людях. Здесь есть даже описание Тюмени от моих замечательных родственников, удивительных людей, значимых людей для города. 20-е годы, 30-е годы. И это очень важно, потому что об этом мало говорят и почти не пишут. Ну, надо сказать, что ваша книга, она продолжает вот такую тенденцию. То есть сейчас многие, если раньше мемуары писали великие какие-то крупные военачальники, политические деятели, то сейчас вот такое пошло движение сердца. То есть каждый пытается вспомнить историю своей семьи, историю своего города, своего детства и так далее. И вот среди наиболее таких ярких, то, что сейчас вспоминается сразу же, это книга Людмилы Дрозд «Память сердца». То есть о Старой Тюмени она расскажет, бывшая учительница и поэтесса Тюменская. Затем Юлия Михайловна Беспалова, дочь Ларисы Георгиевны Беспаловой, краеведа, она пишет как социолог о западно-сибирской семье, о традициях, о Тюмени, о том, что ели, что пили, что как называли, какие-то словечки тюменские. И поэтому я считаю, что вот в этом, в этой сфере или вот в этом ряду ваша книга очень достойна. То есть она великолепно языком написана, она интересна, в ней так много деталей, что читаешь и, кажется, хочется продолжения. Вот скажите, во-первых, сразу же два вопроса. Первое, будет ли какое-то продолжение книги? Естественно, во-первых, просят читатели, это уже свято. Во-вторых, просится и само. И трилогия, которая мной задумана была в самом начале, полностью звучит. «Натуре, жизнь в радость в кругу моей семьи». Это и есть три книги. «Натуре, жизнь в радость и в кругу моей семьи». Понятно, что в первой части «Натуре» больше о самом городе и об атмосфере в этом городе. О его улицах, о его самых разных традициях. Как бы некое обобщение. Как же жилось в Тюмени на реке Туре? Двадцатые, тридцатые, пятидесятые годы. Вторая часть «Жизнь в радость», она посвящена только людям, которые здесь жили. Самым разным людям. Учителям, каким-то дальним знакомым. Людям, старикам, судьба которых настолько тронула, что нельзя не рассказать об этом. Ну, а третья книга, понятно, в кругу моей семьи. Она будет о моей семье. Она более архивная. Те, кто увлекаются историей. Может быть, кто-то знал, кто-то учился у родителей, кто-то лечился у моих членов семьи, каких-то уже ушедших, как у врачей. Им будет приятно вспомнить этого человека. И просто тем людям, которые будут изучать историю медицины, становление медицины Симашко в Тюмени. Может быть, кто-то будет изучать и посвящать свою деятельность истории изучения образования и так далее. Им будет интересно. Потому что, например, мой дед, отец моего отца, прошел три войны. Еще есть у меня родственник. Он прошел три войны как военврач от Первой мировой, начиная. Это же героические люди. Представьте себе, не снимать по месяцу сапог, быть главврачом эвакопоезда и на ходу оперировать людей в вагоне. То есть, это же героические люди. Они все, к сожалению, почти все, прожили мало. Они мало награждались. И тем более, о них уж мало написано. Вот это чуть-чуть хочется восполнить. То есть, это то, что называется «Я памятник воздвиг нерукотворный». Но слово «письменное» остается в архивах и в библиотеках, в краеведческих изданиях. Вчера такая книга была отдана на хранение как подарок в Государственном архиве. Она теперь находится на улице Геолога-разведчиков, 21, в свободном доступе. Можно и там с этой книгой работать. И эта же книга будет подарена Институту культуры, библиотеке данной. И дай Бог, что если она пригодится одному человеку, трем, пяти, и это будет радость для меня. Спасибо. Вам спасибо, что слушали. Желаю вам следующих творческих успехов. И очень как-то боюсь или кажется мне, что написав трилогию, вы, Вера Германовна, на этом не остановитесь. Да, в работе следующая книга, которая к этой трилогии уже отношения не имеет, самостоятельная. И мне кажется, тоже будет интересно, где будет история, осколочек истории России, показан на примере жизни семьи четырех поколений. Вот мечта тоже. Желаем вам больших успехов. В живописи вы добились успеха, вы член Союза художников России. Значит, я думаю, что эти книги станут вашим пропуском в Союз писателей России. Ну уж это, как говорится, Бог удастся. Ну, желаем творчества, здоровья и всяческого благополучия, радости. Благодарю. Вот эта книга и пойдет в фонд библиотеки. Спасибо большое. Всего доброго. Всем спасибо. Всем спасибо.